Привет! Возможно, многие из вас видели мой видеоролик про вот эту серию Heine Vanion от Silke компании. Очень интересные ножницы. И в данном случае я хотел бы показать вам более такую бюджетную серию. Называется она Sweet Silke. Не знаю, нужно сфокусироваться, чтобы увидеть. Вот у нас Sweet Silke называется серия. Они бывают, само собой, разных размеров. Бывают подлиннее, покороче, 170 мм, 155 мм. В принципе, существуют различные варианты расцветок. Я думаю, что по ссылочкам в описании к видеоролику вы можете это увидеть. Предназначены они прежде всего для канцелярских дел, ну и каких-то хозяйственных. И учитывая, что это не просто японский бренд, входящий в корпорацию вместе с известным всем нажиманом, пожалуй, брендом Мкаста. Это еще и ручная сборка японскими мастерами. А также, в принципе, приемлемая стоимость, на мой взгляд, очень даже интересный вариант. Кстати говоря, некоторые из моих подписчиков говорили мне, а вот сравни, например, вот эти ножницы с ножницами там от Victorinox, допустим, ну и каких-то других европейских брендов. Дело в том, что, на удивление, но японское качество, во-первых, оно более высокое, это, в принципе, не удивляет, да. Но оно еще и более доступное по стоимости. То есть, если мы сравнивали бы там с ножницами какими-то от Victorinox, например, то нужно было бы сравнивать вот с этой серией, с весьма бюджетной, то есть, если мы ставим по одному уровню там материалов, подгонки и всего прочего, и эта серия даже более доступная, и я бы так предположил, что все-таки немножко покачественнее. Нужно понимать, что ножницы это предмет, который служит нам по многу лет. И каждый человек пользуется ножницами дома, в офисе и так далее. То есть, классическая форма лезвия делает ножницы максимально универсальными, очень мягкий ход, очень приятно. Вот я сейчас пробую, насколько мягко. Это, конечно, другой уровень ощущений, который трудно передать на видео. Но все-таки классические ножницы это максимально такой универсальный вариант, качественная сталь, заточка обеспечивает вот такой приятный-приятный рез. Ну, подгонка, все-таки как ни крути, вручную. Вообще, компания Синк заявляет, что режущая часть ножниц представляет из себя два слоя. Я так понимаю, что они говорят про вот эти вот спуски двухступенчатые, скорее всего. Давайте попробуем посмотреть, потому что как бы по-другому я понять не совсем могу. То есть, вот она непосредственно режущая кромка, и вот он еще один такой дополнительный спуск. Скорее всего, вот это говорится про двухступенчатое лезвие. То есть, первое лезвие имеет более острый угол, а второе лезвие, которое идет сразу за первым, имеет другой угол, за счет чего дополнительная сила прилагается к точкам касания, что облегчает рез, обеспечивает большую точность и комфорт. То есть, как бы это то, что заявляет компания Силки. Ну и, в общем-то, стабилизацию тоже играет роль стабилизации и улучшает остроту. В общем-то, удобство ручек является тоже важным фактором для точной работы ножницами. То есть, при длительном, например, при частом использовании это также будет высоко оценено. Ну а, в общем-то, яркая расцветка, опять-таки, это у меня не все варианты по цветам, но в целом яркая расцветка позволяет подобрать, во-первых, смотрите, где-то на столе это лежит, да, и будет привлекать внимание, будет сразу видно, не будет теряться. Первое. Второе, соответственно, если мы говорим про, например, подарок, допустим, может быть, для подарок для женского пола, то есть, им особенно, может быть, актуальна какая-то расцветка, которая будет не только радовать глаз, но и, в принципе, там поднимать настроение, может быть, любимым цветом, вот, который можно подобрать. Что больше нравится, что больше по душе. Всегда приятно пользоваться той вещью, которая, ну, просто банально нравится. Нравится, нравится, как это выглядит, и, само собой, я уверен, что понравится, как это ощущается, потому что очень такая мягкая, плавная, ну, вот, точная работа ножниц, это чувствуется, это прямо вот ощущается. Само собой, это самая настоящая Япония, мы уже сказали, что это ручная сборка, к сожалению, я вот не все тут понимаю, что написано по-японски, да, такие печати японские, все это у нас есть, в таких вот упаковочках они идут, эти серии, но смысл в том, что они не только, так скажем, архаично вручную там собирают, нет, сначала, для того, чтобы не было каких-то напряжений в металле, используется лазерная резка и станки высокоточные с ЧПУ, то есть, лазерная резка позволяет избежать различных напряжений металла, тоже продлить их срок службы и обеспечить максимальную точность, ну, и потом уже финишная, так скажем, сборка, подгонка, само собой, осуществляется вручную, есть такие более мужественные такие, темные варианты, есть более такие яркие, ну, я не считаю, что это как-то по половому признаку надо разделять, просто само по себе, кому что больше нравится. Вообще, кстати говоря, если мы говорим про подарок женскому полу, если, допустим, кто-то увлекается рукоделием, шитьем, то есть, очень высоко, на самом деле, оценят вот такие качественные японские ножницы. Качество стали, опять-таки, оно влияет не только на остроту и нарез, но также и на срок службы ножниц, то есть, срок удержания этой остроты, на количество циклов заточки, на стойкость коррозии. Современные технологии, само собой, позволяют этому всего достичь, и тут, как бы, сочетание, с одной стороны, традиции, то есть, фирма существует уже очень много лет, там, по-моему, с 70-х до годов берет свое основание, ну и, само собой, уже имеет вообще огромный богатый опыт по производству ножниц. И делает свои ножницы, кстати, из разных нержавеющих сталей, да, стали нержавеющие, это более практично, то есть, стойкость коррозии, это тоже все-таки важный элемент для длительного срока службы. Так вот, делают из нержавеющей стали 420J2, 440С, АУС-6, АУС-8 и АУС-10, твердость которой может после закалки доходить до 60 единиц по шкале Роквелла. Ну и, в общем-то, всем, кто знаком с японскими ножами, известно, что японские ножи производятся в основном, в своей массе основной, да, в городе Секи-Сити, который является центром ножевой промышленности Японии. Ножницы в данном случае также делаются в этом городе, ведь, по сути, ножницы – это два ножа, соединенных вместе, скрепленных по центру, да, и, по сути, вот так вот получается. Вы берете два ножа, скрепленных вместе в одном корпусе. Ножницы по сравнению с ножом имеют свои преимущества. Прежде всего, это точность реза, когда нам нужна мы, например, там, ну, по ткани, по бумаге, много где, в принципе, для каких-то там точных работ, само собой, не можем воспользоваться ножом, но можем воспользоваться ножницами. Само собой, мне это все в целом по сочетанию цена, качество, но прежде всего, само собой, то, как это все сделано, из каких материалов, и вот как это все ощущается, я не знаю, как это передать на видео, но я надеюсь, что вы, в принципе, понимаете, о чем речь. Само собой чувствуется, что это действительно добротная вещь, и я удивился сейчас на стоимости. То есть, если мы говорим про японское качество, про японский бренд в Японии, сделанный со всеми технологиями, я цене удивлен, потому что за эти деньги вы не купите, ну, наверное, никакой вообще японский нож. То есть, как бы, если мы вот про это говорим, ножницы, ну, вот как-то, видите, другая немножко ценовая политика, как-то все это вот так вот удивительно, и позволить себе такую вещь на долгие годы, очень даже, я думаю, приятная, хорошая задача. Там единственное, что нужно будет определиться, какую серию выбрать, что-то более такое премиальное, или вот что-то более простое, но в любом случае, я думаю, что будет только радовать. Ссылочки оставлю в описании к видеоролику, кто захочет, перейдет, посмотрит, составит свое впечатление. Большое спасибо тем, кто поддерживает видеоролик лайком. Довольно интересная для меня такая новая немножко тема оказалась. Я с интересом в нее погрузился. Всем огромной удачи, всем спасибо, всем счастливо, всем пока. Чем более деликатные и точные, там, маневренные какие-то работы вы хотите делать, тем, само собой, компактнее лезвие, ну, и, наоборот, длинные прогоны такие точные, само собой, подлиннее. То есть, выбираем то, что больше нужно по практичности. Но, в целом, конечно же, подавляющее большинство бытовых задач вот это вот все перекрывает. При том, что стоит это, ну, не сильно дороже, чем какие-то там китайские ножницы вы возьмете, но однозначно сильно выше по качеству и прослужат намного, намного, прям в разы дольше. И пользоваться все это время ими также будет более приятно. Продолжение следует...